всем привет с вами кекс и сегодня я делаю просто превосходный и очень интересный тортик называется он орликин этот тортик еще наверное лет 8 назад мы пробовали кушали и я его решила повторить сейчас и показать вам как его сделать это сочетание двух разновидностей коржей медовых и похожих на наполеон таких слоеных коржей первыми я сделаю слоеные коржи точнее я сделаю тесто на слоеные коржи потому что они должны постоять тоже я просеяла сразу муку и сюда буду тереть замороженное масло масло я положила в морозилку она у меня полежала там наверное около часа чтобы хорошенько она замерзла и теперь его буду тереть на терку это быстрое слоеное тесто будет она очень очень похожим на наполеон на наполеона конечно я тесто делаю на воде и то есть вы могли видеть как я делаю свой торт наполеон но это тесто будет чуть-чуть отличаться смотрите я буду делать его в кухонной машине чтобы минимум прикасаться к маслу руками чтобы она не успела таять и буду перетирать получается масло с мукой можно делать это ножами как делается на наполеон можно делать ложкой его нам не нужно растереть масло нам нужно превратить это все в такую себе крошку вот вы видите она именно превратилась у меня как бы в крошку с небольшими кусочками даже крупненькими такими масло именно крошка это придаст нашему террористу слоености вот посмотрите какая получилась у меня крошка тут плохо видно кажется что она очень мелкая на самом деле она не такая уж и мелкая здесь у меня в пакетике отвешено 200 грамм сметаны я ее буду использовать вместо воды на наполеон у нас идет вода а здесь тесто у нас будет на сметане кстати можно эти коржи использовать и для наполеона кто не любит тесто на воде мне если честно для наполеона нравится больше то но здесь по сочетанию вкуса лучше будет использовать это сразу вот ложу сюда соль нам нужно где-то с пол чайной ложки соли сюда как и на наполеон в слоеные коржи это тесто соленое то есть сахар мы сюда совершенно не ложим и сразу же сюда отправляю столовую ложку водки в принципе водку можно не ложить но когда она испаряется в духовке больше воздуха выходит и получается именно слоистость этого теста такая опять же отправляю это все в кухонную машину работу довольно быстро чтобы масло не успела растаять и вы если у вас кухонной машины нет тоже можете делать это либо ложкой либо ножами на столе рубленное как бы тесто двумя ножами мы вы можете вымешивать его вот получилась вот такая вот крупная крошка у меня теперь эту крупную крошку нужно собрать либо в комок отправить в холодильник а потом поделить на части но мне удобнее сразу разделить это тесто на части и уже отправлять в холодильник я попробовала собрать в комок здесь но здесь плохо получается поэтому сейчас высыплю на стол и буду это делать на столе собственно нам его не нужно вымешивать и растирать потому что иначе наше масло больше перетрется и получится как бы песочное тесто а нам этого не нужно поэтому работаем очень быстро буквально минимум движений руками просто собираем в кучу слепливаем наше тесто вы видите я его не растираю по поверхности а просто именно собираю в кучку сейчас хочу превратить это побыстрее в колбаску чтобы можно было поделить на плюс минус равной части нам нужно будет из этого теста сделать 6 коржей этого теста в принципе достаточно чтобы сделать коржи диаметром до 28 сантиметров вот вы видите на тут плохо у вас видно насколько пористость такая наших лепешечек там внутри такие прям порки получается из-за этого она получится слоеная постараюсь вам показать фотографию поближе но я вот формирую сразу такие лепешки чтобы мне удобнее было раскатывать и отправляю эти лепешки на досточку и буду их ложить в холодильник обязательно это тесто должно постоять в холодильнике минимум час тем временем я просто сделаю медовые коржи которые точно также должны постоять в холодильнике мне удобно все эти коржи сделать с вечера ночь они у меня все что слоеные что он медовые коржи простоят в холодильнике вот вы видите пористые какие у меня получаются эти лепешечки вот и они постоят в холодильнике и можно будет с утра, в принципе, уже с ними работать. Теперь очень быстренько приступаем к медовым коржам. Медовые коржи делаются вообще очень просто. Вы, наверное, заметили, что меня немножко поперло на медовые тортики. Уже подряд несколько тортиков с медом идет. Но каждый из них все проще и проще на самом деле делается. Сложного ничего нет. Я сразу в одну посуду отправляю 50 грамм меда, 50 грамм сахара. Сразу же сюда я добавляю и 50 грамм масла. То есть нам не надо 10 никаких тарелок, ничего нам не надо вымазывать. Вот у нас сразу все в одну посуду. Так, масло тоже готово. И сразу же сюда вбиваю одно яичко. Все, теперь это я ставлю на маленький огонь. Можно делать это на водяной бане, но мне быстрее и удобнее поставить это на маленький огонь и постоянно помешивать, чтобы, не дай бог, не заварилось наше яйцо от горячего дна. Поэтому я быстренько помешиваю. Нужно, чтобы растворилось масло. Вот, и практически растаял сахар. То есть он сразу не растанет, может там останутся какие-то мелкие крупинки. Ну вот смотрите. Вот буквально прошло полминуты. И у нас все готово, масло растаяло. Теперь я сюда могу добавить соду. Соды нам нужна 1 чайная ложечка. Добавляю сразу чайную ложечку. И опять-таки быстренько это все перемешиваю. Начинает реагировать сода. Масса начинает светлеть. Начинает как бы так мелкой пенкой становиться. Убираю массу с огня, чтобы она у меня не перегревалась и не заварилась яйцом. Если вы будете делать на водяной бане, что собственно безопаснее, то вам придется потратить на это намного больше времени. То есть раза в 3 больше времени на это уйдет. Пока ваша масса прогреется. Вот я перемешиваю. Прореагировала моя сода с медом. Ее не нужно гасить. Гасит ее мед. И тем временем, пока эта масса чуть-чуть у меня остынет, я отвешу муку. Отвешу я сразу 300 грамм муки. Но вся она у меня скорее всего в коржи не уйдет. Все зависит, если честно, именно от вашей муки. Может уйти и 300 грамм, может уйти даже чуть-чуть больше, но чаще всего это 200-300 грамм муки уходит. Я отвесила на весах 300 грамм муки, но зачерпну отсюда чуть-чуть больше, чем полстакана муки. То есть там у меня остается где-то 220 грамм. Осталось у меня именно в моем ковшике. Добавила я сюда щепотку соли. И буду выливать свою массу сюда. Можно было в принципе добавить муку туда в кастрюльку. Можно так, как я. Разницы не имеет, что во что вы добавляете. Нам сейчас нужно просто смешать до однородности. Масса тепленькая у меня такая получается. И быстренько это перемешиваю. Вот получается такая мягенькая масса. От меда, кстати, очень зависит рыхлость вашего теста. Оно может быть как и очень пластичным и нежным, так и немножко быть рыхлым. От этого вкусовые качества его не меняются. Просто с ним чуть-чуть сложнее, допустим, работать будет, если оно будет рыхлое. На стол со своего стакана отсыпанной муки я подпыляю. И высыпаю эту массу сюда. Если у вас масса еще получилась очень жидкая внутри, в ковшике, то добавьте туда еще муки. Но я вижу, что мне уже удобно будет работать с ней руками и домешать остальную муку руками. Поэтому сразу высыпала сюда на стол. И вот подмешиваю, добиваясь нужной текстуры. Сильно плотное тесто сюда не нужно. Оно даже не будет таким плотным, как на тортик Спартак, если вы делали. То есть очень плотным это тесто делать не нужно. Потому что нам впоследствии будет сложно его раскатывать после холодильника. Я буквально довожу, чтобы у меня это тесто практически не липло к рукам. Понятно, что некоторая липкость остается, так как там внутри мед. Но оно отлично отходит у меня и от стола, нигде никакие кусочки не прилипают. Точно так же мне нужно раскатать колбаску, как и в случае со слоеными коржами. Только здесь у меня будет всего 3 части. То есть мне нужно будет сделать 3 коржа из этой массы. Делю это на 3 части. Точно так же формирую шарики, слегка их приплюскиваю, для того, чтобы мне потом было удобно раскатывать круглые коржи. Вы можете этого не делать. Можете потом размять тесто, если вам так удобно. Можете делать квадратные сразу заготовки. Но мне удобно сделать вот так, так как тортик у меня будет кругленьким. И все, собственно, теперь я могу достать свою досточку вместе со слоеными коржами и положить туда же рядышком эти медовые. Для того, чтобы они вместе провели ночь, остыли, подружились и утром вот уже я могу с ними утром работать. Вот мои остывшие заготовки. В общем, приступаем уже к выпечке. Смотрите, слоеные коржи лучше всего раскатывать на припыленной муке рабочей поверхности. Я слегка разминаю ручками, чтобы тесто не было сильно холодным и не растрескивалось по краям. Буквально 2 секунды я это делаю. Если нужно, вот так вот пальчиками подправляю, чтобы не было сильно растресканные края у меня, у моего теста. На припыленной мукой поверхности очень легко катаются вот такие вот слоеные коржи. И потом с помощью скалки мы очень хорошо перенесем на противень. Вы видите, как легко можно довести это тесто до очень тонкого состояния. Катаем довольно тонко, буквально до 1-2 миллиметра. У меня я буду резать по форме 24 сантиметра. Ой, нет, у меня здесь будет форма, по которой я буду вырезать 26 сантиметров. Но, прошу вас заметить, что слоеные коржи довольно сильно уменьшатся в размере. То есть, если вам нужно тортик сделать диаметром 23 сантиметра, как у меня, собственно, получится, то вырезайте по диаметру 26. Потому что вот сантиметра 3 точно уменьшится. Вы видите, какое тоненькое у меня тесто уже получается. И теперь можно накрутить на скалочку и перенести уже на противень наше тесто. Все это довольно просто. Накручиваем и переносим. На противне я уже обрезаю по кругу, так как мне надо. Обрезки я оставляю сразу на противне, потому что я потом из этих обрезков сделаю крошку и буду по бокам украшать свой тортик. Накалываю тесто вилочкой, для того, чтобы не получилось огромных пузырей у меня, чтобы были такие маленькие волдырики. И вот выпекаю мое тесто буквально минут 6 в духовке при температуре 190 градусов. Вы видите, от размера 26 сантиметров я показала разницу. Вот, посмотрите, 26 сантиметров, которые я вырезала, насколько уменьшился мой корж. Чтобы вы просто рассчитывали, что у вас уменьшится это. Вот все готовы уже мои коржи, слоеные. Пекутся они очень быстро. Буквально пока печется один, я раскатываю следующий. Очень хорошо, если у вас есть два противня, тогда вообще очень удобно пользоваться. Теперь приступаем к медовым коржам. Я уже показывала, что медовые коржи удобнее всего катать между двумя полиэтиленовыми пакетиками. В пленке катать не очень удобно, потому что пленка сама между собой слипается. А вот два полиэтиленовых пакета отлично подходят для раскатки именно медовых коржей. К ним не прилипает этот корж. И между ними очень-очень хорошо катается. Даже лучше, чем между листами пергамента. Попробуйте, я думаю, вам тоже понравится этот метод. Я буду вырезать не по форме, а буду вырезать именно по размерам моих слоеных коржей. Приложу слоеный корж и по его контуру уже обрежу, чтобы мои коржи были одинакового диаметра. Потому что медовые коржи, они не уменьшатся и не увеличатся в объеме. Они только вырастут в высоту. Прикладываю свой слоеный корж и по его контуру уже обрезаю медовый. Теперь я могу быть точно уверена, что коржи мои по диаметру будут одинаковые. И не будет там больших зазоров, и не надо сильно будет выравнивать тортик. Убираю остатки. И теперь могу вот так вот перенести на противень, перекинуть свое тесто. Вот уже испеченный, отличный, красивый такой оранжевый коржик, я бы сказала. Он поднимается в высоту, становится очень красивым и гладким. Потом у меня здесь стакан арахиса. Он у меня такой в шкарлупке немножко. Я его поджарила, и эта шкарлупка отлично отходит. Зачистила его и слегка молоточком измельчила. Сильно крошку не нужно делать. Надо делать, чтобы такие прям крупненькие кусочки попадались. Тогда получится очень вкусно. Теперь сделаем быстренько сливочный обычный крем. Я уже показываю, как делать самый простой сливочный крем. Здесь у меня 700 грамм сливок. Добавила я 7 столовых ложек с горкой сахара и пакетик ванильного сахара. И теперь я это ставлю взбиваться. Сливки у меня хорошо охлажденные, чтобы они хорошо взбились. Здесь ставлю где-то на 6-7 скорость из 9 на своем комбайне. И взбиваю. Взбиваются они довольно быстро. Если у вас сливки нужной жирности, у меня здесь 33% сливки. Так что взбиваются они очень хорошо. Вы видите, они практически сразу густеют. Появляются такие красивые бороздочки. Работаем довольно быстро. Весь тортик занимает минимум времени, но очень вкусный. Очень. Его уже нет. И вот посмотрите на консистенцию готовых сливок. Вот такие вот стоячие у меня уже бики практически. Такой красивый густой крем у меня получился. Теперь у нас еще есть с вами второй вид крема. Этот крем будет со сгущенкой. Поэтому мы берем сгущенку. Здесь у меня 300 грамм. Отдельно ее в ковшик. И сюда мне нужно будет добавить часть моего белого крема. Всего этого крема нам хватит полностью для того, чтобы и внутрь в тортик, и сверху его немного покрыть. Кому не нужно сверху покрывать, может использовать или меньше крема, или больше его положить между слоями. Теперь я делю визуально свой крем на три части. И третью часть добавляю сюда к сгущенке. Так, готово. Теперь это перемешаю миксером. Очень быстро. Сливки не любят, чтобы их там много с чем-то перемешивали. Поэтому они станут немножечко мягче. Но они не потеряют свою воздушность, если мы будем работать очень быстро. Буквально вы видите, у меня тут секунд 10-15. И уже готов наш второй крем. Один сливочный, один такой как бы сгущеночный. Вот вы видите, он чуть-чуть помягче стал. Но на вкусовые качества это никак не влияет. Так, теперь можно уже в принципе приступать к сборке тортика. У меня еще здесь пропитка. Это молоко с сахаром. Я беру и пропитываю вначале все свои медовые коржи с глянцевой стороны. Потому что она очень плохо впитывает влагу. Лучше впитывает с обратной стороны. Поэтому, чтобы они все у меня успели немножко пропитаться с этой стороны, я их изначально все пропитаю. И начинаю собирать свой тортик. На низ ложу один слой наполеона. Для того, чтобы не ерзал мой тортик по подложке, на низ, вы видели, я поставила капельку крема. Дальше у меня идет, вы видите, слоеный, потом белый крем. Обычный, сливочный. Эти коржи очень хорошо впитают в себя. Много крема, поэтому вы не бойтесь, ничего у нас никуда не потечет. Тортик будет очень вкусный и сочный. Теперь ложим пропитанной стороной глянцевой вниз медовый корж. И пропитываем с обратной стороны свой корж. Здесь уже очень хорошо впитывается у нас пропитка. Поэтому здесь можно уже немножко разогнаться. У меня на 3 медовых коржа ушло где-то 200 грамм пропитки. Вы можете добавить сюда какое-то ромище, тоже будет очень вкусно, если у вас есть. Так, вот уже готов пропитанный мой корж. Сюда же я ложу опять-таки белый крем на медовый корж. Разглаживаю его ровненько. И наверх ложу слоеный корж. Теперь у нас будет идти у нас коричневый крем, который со сгущенкой. Где-то треть крема мне нужно выложить. Беру треть крема и разравниваю. На этот корж я буду ложить еще орешки. Так как я решила, что буду еще сверху слегка присыпать орехами, поэтому буду ложить всего третью часть. Стакан орехов с головой достаточно на этот тортик. Если вы не будете украшать сверху орехами, то половину ваших орехов нужно высыпать здесь. Посыпаю хорошо. Вы видите, тут и крупные частички орехов. Очень хорошо, когда они попадаются на зуб. Когда ты кушаешь, очень вкусно получается. Такой очень-очень прикольный тортик. Посыпала. Теперь у меня будет идти опять слоеный корж. Но слегка я его внизу намажу карамельным кремом. Там, где он у меня будет соприкасаться с орешками. Для того, чтобы орешки хорошенько пристали. И этот коржик никуда не ерзал. И хорошенько тоже пропитался как снизу, так и сверху. Поэтому я его слегка-слегка, вы видите, полупрозрачным слоем промазываю карамельным кремом внизу. И ложу на орешки быстренько. Дальше все так, как сначала. Опять белый крем. Опять медовый корж, белый крем. Белый крем на медовый корж. Потом опять слоеный. Опять сгущеночный. В общем, чередуем наши слои так же само. Я вам внизу напишу под видео, как у нас чередуются слои. Вот какой получился после моей сборки тортик. Мне его нужно будет сейчас поставить под пресс. Чтобы немножко просели наши слои. Особенно те, которые слоеные. Я одеваю тортик в кольцо. Можно этого не делать. Можно в форме, если вы по форме делаете. Можно в форме закрыть. И поставлю где-то килограмма 3-4 веса. У меня здесь баклажка с водой. И поставлю буквально на полчаса, чтобы тортик просел. Тем временем у меня осталось немного сгущеночного крема. И буквально 2 ложки белого. Я сейчас это все перемешаю вместе. И этим обмажу уже сверху наш тортик. Этого с головой крема будет достаточно для того, чтобы украсить тортик сверху. Ну как украсить? Просто его намазать. И вот такой вот крошкой из отходов Наполеона. Точнее слоеных наших коржей. Я буду украшать бока. Вот полностью выровненный тортик. Выравнивала я так сказать. Не сильно стараюсь. Потому что тортик у меня будет сверху в крошке. Крошки достаточно. Поэтому я просто набираю горсть крошки. И как бы прилепливаю ее к боковушке нашего торта. Вы видите, она хорошо пристает. Лишнее я с подложки убираю, обсыпаю. И вот так вот по кругу весь тортик делаю. Так, боковушки у меня уже готовы. Теперь хочу еще немножко посыпать вот тут сверху. В центре у меня будут орешки. А по бокам еще обсыплю вот этой вот слоеной крошкой. Вы можете украшать так, как вам нравится. Этот тортик отлично подойдет и под мастику, если его изначально выровнять картошкой или ганашем. И отлично подойдет под мастику. Он хорошо потом держит форму. Единственное, его нужно поставить под пресс. И возможно на пару часов в холодильник пропитаться, чтобы он просел. Тогда его можно использовать под мастику. Сверху вот в серединку я уже засыпаю оставшиеся орешки. Слегка я их утрамбовываю, для того, чтобы они у меня прилипли к нашему крему. И потом, когда я буду резать уже тортик, они не рассыпались у меня. Собственно все, наш тортик готов. Пропитываться ему нужно минимум сутки. Лучше говорят, когда он пропитывается двое. Но у меня он простоял сутки. И я его в принципе могу уже порезать. И вам показать, какой он внутри получился. Вот он, наш красавец. Пахнет изумительно. Просто волшебно пахнет. Теперь уже давайте его разрежем. Режется тоже хорошо. Пропитался, ничего нигде там особо не хрустит. Только орешки кое-где попадаются под ножик. Поддеваю. И смотрите, какой он красивый получился и эффектный внутри. Сейчас покажу фото поближе. Собственно, если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Показывайте мое видео друзьям. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.